Партнер проекта LZRM, производитель рапсового масла Унша. Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Да» с Ксенией Шамовой. Каждую неделю я знакомлю вас с книгами, и в этот раз мы решили взять направление на здоровый образ мыслей, жизни компании. «Одна мучка до разной ручки» гласит поговорка. Когда приходишь в магазин приобретать товар, то думаешь, кому отдать предпочтение выбирать по цене, составу продукта, раскрученности бренда или красивой упаковки, и что нужно делать компании, чтобы клиент выбрал его продукт. Книга известной журналистки и ведущей телеканалов Елены Николаевой. Делай сегодня опыт 64 успешных российских стартапов. Издательство «Алимбизнес», рекомендованный возраст 16+. В книгу вошли 64 успешных кейса из различных отраслей. «Моцарелла», не капризничай. Именно так интригующе звучит название истории на странице 77. Основатель компании «Умалат» Алексей Мартыненко так вспоминает 6 лет дорогих неудач, после которых он решил сворачивать бизнес. Забегая вперед, скажу, что сейчас это городообразующее предприятие в Брянской области. И в этом году они сделали ребрендинг. Завод «Умалат» становится производственным холдингом «Анегранде Кампани». В портфеле итальянской линейки молодых сыров. «Анегранде», «Претто», «Кавказская линейка», «Умалат», детский бренд сыров «Бонжорно». «Очень сложная технология. Первую прибыль мы получили через 9 лет. А за 3 года до этого я уже решил закрыть завод, потому что закопал там несколько миллионов евро своих денег. Все, кого я встречал, мне говорили, брось это. И в какой-то момент я решил, хватит, наигрался», вспоминает основатель компании. А затем каким-то чудом в его жизни появляется итальянский специалист-сародел с 40-летним стажем работы. Мне стало интересно, а как сейчас развивается компания? Почитала статьи, посмотрела видео о компании, а затем проверенным способом пошла в Facebook на личную страницу Алексея. Надо сказать, что компания выбирает направление в рекламе на интеллектуальных людей, которые разбираются в качестве, занимаются своим здоровьем и думают о жизни чуть шире, чем просто удовлетворение своих базовых потребностей. Этим летом компания организовала первую встречу клуба новаторов и любителей деловой литературы, которая прошла в Сколково. Алексей Мартыненко там рассказал, что делает для продвижения бизнеса. Когда спрашивают, почему я занялся сыром, у меня даже нет маркетинговой легенды. Я просто говорю, что мне нравится сыр. И я хочу, чтобы люди смогли действительно насладиться фантастическим продуктом. Когда меня спрашивают, зачем мы публикуем книги, то я также отвечаю, что мне нравится читать эти книги. И я хочу поделиться литературными находками с другими. Так сторонние проекты, которые на первый взгляд никак не сочетаются с сырным производством, помогают всесторонне развить компанию. Сегодня мы познакомились с книгой Елены Николаевой «Делай сегодня. Опыт 64 успешных российских стартапов». Это вдохновляющие реальные бизнес-истории восхождения на вершину успеха. Откровенные разговоры с героями об ошибках и удачах, об особенностях отечественного бизнеса. С вами была Ксения Шамова и программа «Да!» на Эхо Кирова. А помогает нам приносить пользу в каждый день жизни наш партнер – торговая марка «Унши».